После непростого пандемийного года фестиваль проходит в привычном формате очных встреч, мастер-классов, конкурсных показов и круглых столов. Большинство из них будет транслироваться в сети онлайн. Искусство кино, оно наиболее выразительное и доступно для восприятия. И вот здесь средствами кино, документалистики, показать проблемы, которые есть, красоты нашего мира, научить любить и понимать природу. Но, наверное, задача в полной мере, фестиваль выполняет эту задачу. Ну и я надеюсь, за эти четверть века действительно нашло отражение в душах, особенно маленьких, подрастающего поколения, что то, что нам дано, надо беречь. На фестиваль поступило более 300 работ. Среди них детские видео и анимационные ролики, а также интернет-проекты. В них юные авторы предлагают решение различных экологических проблем и делятся своим личным опытом участия в эко-акциях. На церемонии открытия подвели итоги детского конкурса и наградили победителей. Среди них есть югорчане. Школьники из Сургута и Нягани. Призы взяли их гости из Твери, Пермского края, Ленинградской области. Продолжение следует...